Тельде, Фикаде и Штеберлик. Известно, что единение – сила. А рознь – гибель людей вообще и во всех сферах жизни. Объединение, скрепление народности и страны – есть необходимое условие государственности. Различие языка, происхождение и верование не должны служить тут помехой. Не разделяйте, не отделяйте, не выделяйте. Если есть желание сплотить, скрепить. Не бойтесь великих задач и великих свершений. Они подготавливают великие события и выковывают великих людей. Плохое дерево не даст хороших плодов. Ученая мать лучше воспитает своих детей. Хорошая власть всегда будет заботиться о своем народе. Готовы ли сегодня крымские татары идти во власть, чтобы стать сильнее? Смотрите каждую субботу в 22.00. Ток-шоу «Тельде» в Кирде и Ште. Селям алейкум. И потому необходимым, чтобы каждая народность России имела достаточное число представителей и ходатаев в собрании Государственной Думы. Сосед может знать, что мне нужно и полезно. Но я сам всегда буду знать лучше, самого лучшего соседа, то, что нужно мне и то, что у меня болит. Так писал великий просветитель Исмаил Гаспринский в газете «Тырджиман» в статье «Государственная Дума и участие мусульман». Наше время и эпоха Гаспринского, несмотря на то, что нас разделяет сотня лет, похожи. И мы думаем о том же. О сегодняшнем состоянии нашего народа мы будем говорить сегодня в нашей программе. И гостями нашего ток-шоу сегодня заместитель председателя Государственного Совета Крыма Римзи Ильясов и вице-премьер Крымского правительства Руслан Бальбек. 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов. И государственной поддержки их возрождения и развития. В преамбуле документа отмечается, что его целью является восстановление исторической справедливости, устроение последственной незаконной депортации с территории Крымской АСР, армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и других народов и допущенных нарушений их прав. Римзи Бей, первый вопрос будет вам. Что дает этот указ нашему народу? Прежде всего по этому указу были разные позиции, мнения, на что он очень четко ответил, что указ не догма и в развитии этого указа мы можем принять необходимые решения и все поправить. Что касается, что этот указ дает, дает полное основание, чтобы мы во исполнение этого указа принимали те решения, которые бы способствовали полной реабилитации депортированных по национальному признаку и в том числе, конечно же, крымско-татарского народа. Что, в общем-то, мы и пытаемся сделать. Как бы подтверждая то, что я говорю и то, что он говорил на встрече с крымскими татарами, его последний визит, можно сказать, в республику Крым три недели назад, он сказал, что необходимо сделать все, чтобы полная реабилитация была осуществлена. И обратился к чиновникам, чтобы, вставая с утра, они прежде всего думали о проблемах людей, как их решать с учетом исторических особенностей и традиций этого региона. Примерно вот об этом. Это дает нам полное основание готовить все необходимые решения, чтобы, в конце концов, и реабилитация была полная, и решение проблем тоже были видны. И они должны быть очень быстрыми, очень эффективными, потому что на практике это очень важно сегодня. Руслан Вей, а каким вы видите развитие этого закона в дальнейшем? Во-первых, хотелось бы сказать, что сам долгожданный нормативно-правовой акт, который снимает огульные обвинения с нашего народа и с других репрессированных народов. Что касается с точки зрения права, понятно, что в данном случае указ о реабилитации, который подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, это нормативно-правовой акт, который дает нам возможность восстановить правовые пробелы. То есть, исходя из тех позиций, то есть в данном случае это восстановление исторической справедливости, уже очередь за законодательной инициативой, именно за крымскими татарами, которые, в свою очередь, сегодня, как бы, я думаю, обязаны активно участвовать во всех социально-экономических, политических процессах, которые происходят в республике. То есть раскрывать данный указ, готовить соответствующие законопроекты. И все зависит как раз-таки от нашего народа, уже от нас самих, чтобы каждую норму, изложенную в данном указе, максимально раскрыть. Значит, ну, понятное дело, что сам процесс реабилитации, он состоит из ряда позиций. Это политическая, правовая, культурная, социальная реабилитация. Вот, поэтому надежд много, есть понимание, как в каком направлении двигаться. Сейчас создана комиссия, которая будет работать в сфере земельных отношений. Также утверждается положение о создании комиссии восстановления прав репрессированных народов. В рамках данной комиссии будет реализован комплекс мер, который утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации совместно с Госкомнацем. Вот, и поэтому я думаю, что перспектив много. Все зависит от нашей активности, чтобы мы сумели воспользоваться теми возможностями, которые нам сегодня дает законодательное пространство, то есть правовое пространство Российской Федерации. Вот, в общем, можно сказать одним словом, что мяч на нашей стороне и от нашей активности зависит, насколько мы сможем реализовать все потребности нашего народа. Руслан Бей, вы сказали о создании земельного вопроса, комиссии по земельным вопросам. Значит, как будут решаться вопросы полян протеста крымских татар? Задача такая, то есть, ну, я считаю, что это позиция власти, что данная проблема была искусственно создана, ну, естественно, это и политические мотивы, и коммерческие. В данном случае задача комиссии – это, во-первых, обеспечить всех людей их неотъемлемым правом получения земельного участка. Все вопросы будут разрешены. Задача комиссии – это обеспечить эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления и органами государственной исполнительной власти. Потому что, ну, выделение земельных участков – это прерогатива органов местного самоуправления, а весь согласовательный процесс, то есть, он происходит уже на уровне органов исполнительной государственной власти. Чтобы наладить эффективное взаимодействие, естественно, призвана работа данной комиссии, чтобы убрать спекуляции на этой почве, я привлек нашего руководителя по коррупционным вопросам, то есть, поэтому будем рассматривать в том числе и спорные вопросы касательно земельных отношений. Под спорными я подразумеваю, это, ну, не секрет, что многие наши соотечественники еще с 90-х годов имеют первичные решения, то есть, и не сумели по каким-либо причинам получить правоустанавливающие документы. Пользуются всем необходимым набором прав, которые это наделяет законодатель. Не должно быть никаких посредников между властью и народом. То есть, люди должны быть обеспечены всей землей, и сегодня основная задача власти – это наделение всех нуждающихся земельными участками под жильем. Один нюанс можно добавить? Да, конечно. Очень важный. Его сейчас в обществе называют законом, который все прощает. Это как называют, когда вот такие указы издают. Как? Индульгенцы? Нет, забыл это слово. Не правовой термин. Я почему это отмечаю, потому что сегодня власть, которая будет выстроена, она строго работает, будет по вертикали. Там все вот эти вот капризы некоторых местных князьков, которые, как правило, были, имели место, они будут, ну, как бы, урегулированы тем, что две комиссии, республиканские и муниципальные комиссии, они как раз-таки эти вопросы будут урегулироваться. Ну и второе, очень немаловажно для крымских татар, что и в этом законе, и в законе другом об особенностях имущественных и земельных отношений в республике Крым, однозначно прописано, что лица, которые относятся к репрессированным народам, имеют право бесплатно один раз получить земельный участок в частную собственность для строительства индивидуального жилья. Это как раз-таки еще один факт, подтверждающий, что государство, республика Крым в частности, а законы, которые связаны с землей, они обязательно согласовываются с федеральными органами власти, говорит о том, что власть на самом деле демонстрирует свою готовность решать проблемы, в том числе проблемы, земельные проблемы, которые уже более 15 лет душат, как говорится, республику Крым. Рим Зибин, вот говоря об указе президенту о реабилитации, это, конечно, подразумевается, это и правовая, и социальная, и культурная реабилитация. А вот в первом чтении в Госсовете был принят законопроект, который гарантирует по социальным мерам, по обеспечению гарантии социальных мерам. Прокомментируйте, пожалуйста, этот законопроект. Да, этот закон прошел в первом чтении, там были ряд, предусмотрен ряд преференций, в числе которых очень интересуют людей, это денежные компенсации, ежемесячные пособия и льготы, ну, льготы за оплату коммунальной услуги, льготы в лечении, в отдыхе. Вот эти вопросы очень интересуют, много, конечно, поступает различных звонков. Он принят, но учитывая, что на это потребуются значительные средства, а в Республике Крым таких средств нет. В Госсовете прорабатывается и уже подготовлен проект, который, в принципе, мной передан уже центральные органы власти с просьбой провести экспертизу этого закона, это закон, федеральный закон, проект федерального закона, где расписаны конкретные суммы. Я сейчас не хочу о них говорить, потому что все-таки это как проект идет. Конкретные суммы выплат, и ежемесячных, и одновременно, единовременно. И в том числе там происходит несколько такой ажиотаж вокруг периода, потому что в соответствии с законом Российской Федерации о реабилитации репрессионных народов и ссылке на законодательство Российской Федерации, там говорится о том, что к этой категории людей относятся граждане, родившиеся, непосредственно депортированные и родившиеся до 1956 года. Но это связано с тем, что в 1956 году в основном все депортированные стали возвращаться в места прежнего проживания, за исключением крымских татар. И вот этот срок, эту дату, можно сказать, тоже о ней идет дискуссия. То ли это 1967-1968 год, то ли это какой-то другой год. Это тоже надо изучить и как бы определиться. И я полагаю, что мы к концу года будем иметь такой зрелый документ, который позволит нам с 2015 года провести вот эти вот социальные меры, которые бы обеспечили некоторую гарантию реабилитации депортированных. Римзибей, вопрос вам. Концепция образования, которую в свое время провели, прошла благодаря вам. Но вы об этом никогда не рассказываете. Так все-таки чья это заслуга? Самая главная заслуга, что эту концепцию разработали и приняли на Курултай, крымско-татарского народа. А уже Курултай поручил мне, как руководителю фракции на то время, сделать все, чтобы эта концепция прошла через Верховный Совет Автономной Республики Крым. Что я там услышал и как я это все делал, конечно, долго рассказывать. Поэтому все-таки на тот момент эта концепция прошла не благодаря одному Римзи Ильясову, а благодаря нашей слаженной работе в то время фракции Курултайру. Мы вместе смогли обосновать, презентовать ее и провести ее как документ, хотя очень много было нареканий. Даже я был поражен, когда некоторые депутаты вставали. Вы представляете, что делаете? Это же концепция. Завтра же они потребуют совсем другие вещи, более, ну, как сказать, серьезные. На что спикер однозначно сказал, вы тоже сделаете свою концепцию, и мы вашу концепцию тоже утвердим. Люди выработали ее. Крымско-татарский язык – это их родной язык, он в Крыму, и он должен развиваться, и мы будем этому содействовать. Такими фразами даже больше ничего не оставалось говорить. Что касается и развития этой концепции, конечно, имеет недоработка. К сожалению, программу не смогли разработать. Ну, некоторые какие-то есть еще политические причины. Вы знаете, что я был как бы уволен, да, или сняться от этой должности в свое время. Я не занимался этой программой потом. А сегодня в разработке два законопроекта очень важных. Они важны прежде всего для крымско-татарского народа, но они такие же и важны для всего Крыма. Это закон об образовании и закон о языках в Республике Крым. Они разработаны, они в проекте имеются, и много разных групп работает, и госсовет группа, и Рескомнац, вот у Завра Смирнова есть эта группа, и общественность. Я встречаюсь с общественностью, с директорами школ я встречался. Достаточно много предложений, и очень надо серьезно подумать. Просто я как бы уже готов был его внести. Общественность обратилась ко мне с просьбой не делать этого пока. Пока что мы еще раз его как бы не рассмотрим. Очень конкретно, очень внимательно. Чтобы завтра, ну, не пожалели, вот так можно сказать. На что я сказал, хорошо, люди лучше знают, чем я, будем так говорить. И мы пока этот закон, в частности закон об образовании, мы пока приостановили его, и уже вот после новых выборов новый депутатский корпус, видимо, будет его рассматривать. Ну и сейчас слово преподавателю, доценту кафедры крымско-татарской филологии ТНО Эдье Мемятовой. Спасибо. Ну, говоря о языках, естественно, мы подошли к самой главной проблеме, которая сегодня у нас насущная. Мы не можем обойти вниманием основной закон Республики Крым, Конституцию, 10-я статья которого гласит и официально заявляет, что крымско-татарский язык в числе трех других является государственным языком. Я понимаю и могу себе представить все разговоры о том, что, как были приведены примеры замминистра Аблетиповым, что в Дагестане 9 государственных языков и так дальше, однако есть примеры Башкирии, Казани, Якутии, где совершенно спокойно действуют два государственных языка. На каком основании сегодня школы находятся в таком плачевном состоянии, где крымско-татарский язык изучается в виде факультатива, предлагается обучение в субботу, непонятно почему. Почему все дети должны учиться пять дней в неделю, а дети, желающие изучать крымско-татарский язык, должны учиться в субботу. Мы об этом говорили, да, на прошлом? Вопиющим, я считаю, вопиющей несправедливостью является факт написания заявления, если я хочу, чтобы мой ребенок изучал крымско-татарский язык. Это как дважды два. Я живу в Крыму, я коренной житель, я крымская татарка, и мои дети должны изучать в школе крымско-татарский язык наравне с русским языком. У нас есть довоенный опыт. Почему бы нам не вернуться к этому? Где великолепно проходили два государственных языка, и практически весь полуостров владел и русским, и крымско-татарским языком. А забегая несколько вперед, еще вспоминая труды Бертье Делагарда, где речь идет о том, что паствы проводились на крымско-татарском языке, я думаю, что все это в наших руках. Если мы захотим, то все это возможно притворить в жизнь. И я понимаю, что сейчас речь будет идти о законе, о языках. Но нужно обязательно учесть этот момент. Это во-первых. Во-вторых. А может потом сейчас ответят, да. Ответят, а потом следующая реплика. Руслан Бей просто хотел бы ответить. Просто вот вы правильно сослались на норму Конституции, но это общая норма, да. То есть чтобы ее оживить, чтобы она могла функционировать в обществе, то есть нужно принятие соответствующего закона. Поэтому мы же как бы и приглашаем всех. Это дверь вот и Госкомнация, и Госсовета в лице Ремзи Ильясовича открытой. То есть поэтому принимайте участие. До тех пор, пока эта норма не будет наполнена содержанием, не будет принята норма-регулятор, который даст нам возможности механизмы реализации во всех сферах жизнедеятельности, все вопросы, которые касаются, скажем так, применения в данном случае после принятия, да, и в какой же редакции будет данный нормативно-правовой акт, зависит от нас. То есть от вашей активности, от нашего взаимодействия. Поэтому участвуйте. До тех пор, пока этот закон, пока этот нормативно-правовой акт не принят Госсоветом, эта норма мертвая. Понимаете? Чтобы ее оживить, нужно вот наше взаимодействие, взаимодействие общества, взаимодействие наших представителей в Госсовете, да, вот в лице Ремзи Ильясовича. Поэтому приходите с инициативами. Мы должны сегодня не торопиться, да, чтобы получить, как бы какой, да, закон. То есть мы должны учесть все особенности применения во всех сферах жизнедеятельности. Ведь надо исходить из тех приоритетов, которые мы преследуем, да, то есть для чего нам нужен статус, да, то есть как бы для чего нам необходима та или иная редакция, что мы это преследуем в итоге. То есть я считаю, что нам нужно объединиться вокруг одной приоритетной задачи. Самое важное – это сохранение языка, да. То есть вы как специалисты, как экспертная среда должны подсказать, на какие аспекты мы должны обратить внимание, то есть что законодатель должен учесть в принятии там или в разработке данного законопроекта. Поэтому, когда только ссылаются на нормы Конституции, не понимая, то есть не объясняя обществу, что без принятия закона мы же в любом случае должны двигаться в правовой плоскости. И пока не будет принят этот закон, то есть сам правоприменитель не сможет, скажем так, при всем своем желании помочь, потому что нету соответствующей нормативно-правовой базы. Второй этап – это вот где обязательно ваша активность, особенно экспертной среды, потому что все-таки есть вопросы, которые доступны науке, да. То есть это закон об образовании, где нужно будет урегулировать и предусмотреть как светское, так и религиозное направление. Поэтому здесь любые ваши предложения, они будут полезны. Поэтому от нашей активности зависит, как оно реализуется, и с чем столкнется наше общество, то есть с чем столкнутся крымские татары. Либо мы заложим сразу все фундаментальные позиции, которые нам позволят сохранить язык, либо мы будем находиться в промежутке между той конституцией. То есть вы должны понимать следующее, что федеральное законодательство, то есть правовое пространство Российской Федерации построено таким образом, что субъектам дают очень широкие полномочия. И в данном случае, допустим, если взять тот же административный кодекс, это по сравнению с административным кодексом Украины, то есть в одном случае это небольшое пособие по форме, а второе это там целый талмуд. То есть в Украине с учетом унитарного государственного устройства желание законодателя было прописать все возможные случаи. Саун Сусамбериев Зелясович тоже хотел бы прокомментировать это. Ну, я бы так сказал, еще раз доказывать, что в общем-то татары крымские сами по себе максималисты. Мы 23 года жили в Украине, мы добились того, что добились. Слава, как говорится, Всевышнему построили или открыли 15 школ, из которых 14 это приспособленные помещения. А сегодня прошло всего 5 месяцев. Закон утвержден, государственный язык, Конституция записана. Конечно же, очень тяжело в течение 5 месяцев сделать так, чтобы действительно понравиться или действительно сделать то, что требуется. Нужны, конечно, наработки, и эти наработки идут. Я вот в развитии того, что Руслан говорил, я обращаюсь просто к общественности, взял армзга. Прошу, вот я, помогите, потому что некоторые вопросы, к которым я обращаюсь, внимания не обращали. И некоторые законы проходили просто без нашего участия. Завтра будете упрекать. Что касается языка, оно такое же важно для меня, как и для специалистов. На самом деле так. И я был в Татарстане, я интересовался, как там происходит все дело. Это очень важный аспект. И это такая тонкая сфера. И сегодня говорит о том, что, я не знаю, кто это говорит, но есть такие, что не должны быть школы с крымско-татарским языком обучения, что не должны быть школы с русским языком обучения. Я против этого. Должны быть такие школы. Но в этих школах должно быть обязательно изучение трех государственных языков. Это один вопрос. И над этим работаем. Почему? Видимо, в связи с этим-то и пошли какие-то противоречия. В связи с тем, что в связи с этим и в проекте закона есть некоторые моменты, которые, или статьи, которые не соответствуют вот этим реалиям. Наверное, так. Поэтому есть такая поговорка критиковать. Я ни в коем случае не вам говорю идее. Я к другим людям обращаюсь. Критиковать надо... Не-не, не к вам. Я не к вам обращаюсь. Я не к вам обращаюсь. Я сказал. Люди зачастую критикуют с экранов телевизоров, с газет, что язык, а вот он не чувствуется, это не государственное, никто ничего не делает. Как раз-таки очень тщательно все делается. И мы боимся ошибиться. Это, как раз-таки, признак того, что мы очень серьезно относимся к этому вопросу. И те люди, которые, в том числе и вы, которые работаете и помогаете в рабочих группах, вы сами понимаете, насколько это серьезный момент. Ну вот это еще раз доказывает о том, что мы всегда должны сплачиваться, и Брлик, как никогда, как и нигде, актуально всегда. Еще такой вопрос, Ремзиби, к вам. Все течет, все меняется, говорили мудрые китайцы. Наш народ всегда сплачивался последние годы вокруг Меджлиса. Меджлиса. Каким сегодня вы видите Меджлис и какие программы, какие проблемы он должен решать? Ситуация очень неординарная, тревожная. Я бы так сказал, хафлазаман, да? Это совсем не та ситуация, которую мы имели в Украине, будучи. Поэтому здесь надо Меджлису прекратить принимать решение, которое больше похоже на какие-то фискальные наказания. Решение Меджлис должен сделать так, чтобы сегодня народ консолидировался и обратился к самому себе, к своим проблемам. Обратился бы с просьбой содействовать в решении всех, всего комплекса проблем. Не исходить из того, что где-то кто-то какие-то вопросы ставит, какая-то риторика идет. Я, в частности, на место Украины совсем по-другому себя вел бы. Я бы сказал бы, крымские татары, вы на своей земле, на своей родине обустраивайтесь, работайте, делайте все, чтобы ваши проблемы решались. Даже больше, я сказал бы, получайте гражданские паспорта Российской Федерации. Все делайте. С сожалению, очень большое количество крымских татар получило. Я имел как государство. Да, да, да. Если она любит нас на самом деле, любит крымских татар, ведь она 23 года не обращала внимания на нас. По большому счету, по принципиальным, фундаментальным вещам. Спасибо, Рим Зибей. Ваше мнение. Каким вы видите в Меджилис? Я хотел еще раз сконцентрировать ваше внимание по поводу начала передачи. Вы процитировали великого просветителя Исмаила Биа-Гаспринского о том, что боль, которую испытывает сам человек, она незнакома и непонятна соседу. Я бы еще добавил, даже врач, который, казалось бы, несет излечение, он не может до конца знать, что же чувствует сам человек. Поэтому хотел бы обратить внимание также и на то, что сегодня государство, власть, президент дали все, что нужно для крымских татар с точки зрения нормативно-правовых аспектов. То есть, это указ о реабилитации репрессированных народов, это в конституции норма, которая говорит о том, что крымско-татарский язык наряду с русским и украинским является государственным. То есть, с нашей стороны теперь как бы зависит от нашей активности, насколько мы максимально наполним содержание. Вот нам дали вот тот посыл, который необходимо развивать. И от нас зависит, насколько мы в силу своего культурного, образовательного уровня, нашей гражданской позиции, взаимодействия с общественностью, взаимодействия с нашими активистами, руководителями общественных объединений, наполним вот каждую норму указа с содержанием. То есть, максимально необходимым для того, чтобы сохранить язык, сохранить нашу идентичность. Для нас важно, чтобы мы вот с точки зрения, скажем так, тех приоритетных задач, которые мы ставим перед собой, наладить эффективное взаимодействие. От нас зависит, насколько мы сумеем воспользоваться вот теми возможностями, которые нам сегодня дает законодательство, которые нам дает власть. Руслан Бей, вот мы сейчас подошли к такому очень важному моменту, Римзи Бей, о представительстве крымских татар во власти. Насколько должны, бытует мнение, есть небольшое количество людей, которые, крымских татар, которые считают, что нам не надо, нельзя сотрудничать с властью, однако же все-таки подавляющее большинство крымских татар, они понимают, что только мы, идя во власть и объединившись вокруг одной идеи, мы можем решать проблемы нашего народа. Давайте мы послушаем сегодня наших экспертов, что они говорят по этому поводу. С кого, Сусанна, начнем? Давай мы по хаджу поговорим. Нет, давай мы все-таки поговорим сначала о представительстве. Я предлагаю начать, наверное, с Сакского региона. Представители Сакского регионального Меджлиса у нас сегодня присутствуют. Вот ваша точка зрения. Насколько должны быть все-таки крымские татары должны быть активны в политической и общественной жизни Крыма? Ну, мы же вернулись к себе на родину. Мы же не в гостях здесь, я думаю. Вот, как Рымзибей сказал, вот, украинское государство рассчитывает на контингент крымских татар по отношению крымских татар к России. Фактически, вот мы 25 лет как вернулись на родину. Украинское государство нам ничего не вернуло. Вот сейчас при составе России решается вопрос, признает ли, вот уже первый указ, апрельский указ президента России о реабилитации. Это большое? У нас еще и участвуют в общественной жизни, во властных структурах. Мы обязаны, это наша родина, и мы должны здесь, а не как вчера Зайер Медляев сказал, будем лежать на диванах и смотреть телевизор. Света у нас ничего не получится. Мустафа Бей, ваша точка зрения? У меня попутные вопросы к Римзе Ильясову. Скажите, и точно так же к Руслану Барбеку. Вот время пришло, мы живем в ЭПХу перемен. Перемены, какие ждут нас буквально через 5 лет или 4 года, перспектива какая у тех, кто захочет идти во власть и представлять себя на выборах, их смогут ли татары вообще проходить? Как их будут поддерживать не только сами татары, а вообще общая масса населения Крыма? Вот такой вопрос. Если можно вкратце, буквально по минуте. Смотрите, наша основная задача быть, во-первых, сильными, выйти за пределы каких-то моноэтнических представлений о мироустройстве. И сегодня есть яркие примеры, допустим, когда наши соотечественники, будучи крымскими татарами, поддерживаются людьми других национальностей. Допустим, тот же Рифат Ага Дердаров. Это яркий пример, когда человек был выбран головой поселкового совета селами, в которых крымские татары составляют меньшинство. Поэтому, что касается исполнительной власти, опять-таки, у нас есть ряд ярких примеров. Допустим, это зам мэра Алушты Инверар Патлы, который проявил недюжие управленческие таланты. Сегодня он благодаря своей жизненной позиции не только помогает соотечественникам, но и несет пользу как профессионал, как специалист и в целом Алуштинскому региону. Это Руслан Зеединов, зам мэра. Это все молодые люди, которые занимают активную позицию, которые сегодня помогают не только своим соотечественникам, но и востребованы как специалисты. И вот последний пример назначение Тейфука Гафарова. Это назначение на самом деле действительно для нас знаковое, потому что человек профессионал, будучи юристом. Ряд вопросов, которые мы с учетом того, что Совмин может вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления только на уровне делегированных полномочий. и вопросы земли особенно, это прерогатива органов местного самоуправления. И имея надежную боевую единицу, профессионала, мы получили разрешение многих вопросов, которые не решались где-то по причине нашего непрофессионализма, недостаточной активности. И задача наша естественно вовлечь максимально большое количество не просто крымских татар, а молодых перспективных людей, которые обладают не только профильными знаниями, но и управленческими талантами. Чухсал, Руслан Беремзибей, Ваши комментарии. Ну, я несколько короче скажу. Во все времена все созовы Курултая, все межлисы, которые были, работали в течение этих 22-23 лет, всегда во главу угла. Один из главных вопросов ставился вхождение крымских татар во власть. Потому что решение проблем многое зависит от наших национальных кадров профессионалов. К сожалению, к великому сожалению, сегодня мы имеем другую ситуацию, но здесь я могу только одну рекомендацию сказать, один совет, сказать, что мы обязаны выйти и показать, что мы выбираем власть, чтобы завтра никто нас не мог в чем-то упрекнуть, что вы сами ничего не хотите, вам ничего не надо, и более того, мы это обязаны сделать, чтобы не противопоставлять себя своим соседям, можно так сказать. Ну и последнее про перемены я иногда в своих выступлениях говорю, китайская пословица, мудрость, говорят, не дай бог оказаться в эпоху перемен, то есть сразу рисуются страшилки, а вторая часть гласит, но если ты уж оказался в эту эпоху перемен, воспользуйся неимоверными возможностями. Вот к сожалению великому, мы свой шанс упустили в этот раз. К сожалению. Руслан, вы хотели что-то добавить? Надо четко понимать, что такое выборы, что такое избирательный процесс. Это делегирование части своих полномочий, то есть каждый человек делегирует часть своих полномочий тем депутатам, тем политическим силам, которые идя на выборы это готовы поддержать. Поэтому сегодня важно, чтобы мы могли после выборов обязательно с точки зрения участия крымских татар обозначиться в своем соучастии во власти. Понятно, что 23 года где-то основной курс нашего представительного органа был направлен согласно формуле «За граница нам поможет». Вы же помните произведение Ильи Фаепетрова, это исходило из уст Остапа Бендера и чем закончилось для тех людей, кому это было адресовано, тоже известно. Поэтому сегодня понимание одно, что однозначно необходимо не просто взаимодействовать с властью, а как сказал Римзий Ильясович, входить во власть, то есть участвовать в принятии управленческих властных решений. Сегодня нету никаких ограничений в части участия крымских татар во власти с точки зрения их профессионализма и понимания того, что каждый человек, который сегодня находится на госслужбе, который находится во власти, будь то законодательная, исполнительная, он, решая вопросы крымских татар, должен понимать, что он находится на службе у всех крымчан. И невозможно выстраивать счастье в отдельно взятой комнате. Мы должны понимать и заботиться сообща о всех крымчанах, в целом о республике. И тогда мы получим взаимность, то есть по такой формуле получим взаимность от окружающего большинства. Руслан Бесаунс, вот у нас, как всегда, активный Бахчисарайский регион. Ну давайте Ленур Беис, он представляет нас Феодосию, Феодосийский регион после Бахчисарайска. Ленур Амилия, город Феодосия. Я хочу сказать по поводу призывов о неучастии в государственных органах, в выборах. Ну как бы давайте рассмотрим вопрос шире. То есть большое количество крымских татар работает в государственных органах, райгосадминистрациях, городских, милиции, налоговых и так далее. Как бы если мы ставим вопрос о неучастии, то есть это подразумевает также ну допустим увольнение этих сотрудников. То есть как крымско-татарские семьи будут завтра защищать свои интересы как бы кормить в конце концов свои семьи. Поэтому я считаю, что этот выбор мы должны участвовать в выборах ну альтернативы. Сауну, Следурбей, Сфеодосибул. И вот Бахчисарайскому региону я хотела бы чтобы тоже высказали свою точку зрения. Анифет Жемелевая, Бахчисарайский район, Красномагский сельский совет. Ну мое мнение конечно однозначно да, участвовать во власти. Ну я бы депутатов сельских советов к власти бы наверное не относила. Мы скорее являемся промежуточным звеном между властью и скажем так это жителями сел. Да, жителями сел. Ну Руслан говорил я может быть отношусь к немногим депутатам, которые еще 20 лет назад были выбраны и ни один созыв в том регионе где 7-70% населения проживает ну не крымских татар. И на протяжении многих лет и ни один созыв выбиралось. я к чему хочу сказать ну наверное лежать на диване и забить на все проблемы которые в наших селах существуют это наверное даже наверное самый простой путь скажем так сложнее будет по мере возможности решать те проблемы которые у нас в селах накопились представьтесь пожалуйста вы не говорите нет да вот Эльвина Ханум она действующий депутат почтовского сельсовета я хочу обратить внимание на то что мы теперь в новом государстве и в новом государстве новые законы и новая законодательная база полностью которая нам еще до конца неизвестна даже я думаю ну неизвестна вообще в процентации там 10% и если если у нас не будет просто-напросто во как сказать во власти на всех уровнях представлен не будет представлен наш народ как мы будем доносить до нашего населения о новых законах о новой законодательной базе даже элементарно живя в селе каждый житель должен знать какие изменения будут происходить в его селе Мухаммед Алибекаев врач-стоматолог я хотел бы лишь добавить вот слава богу тот период который сейчас прошел Крым присоединился к Российской Федерации на самом деле за 23 года украинское правительство очень мало обращало на нас внимание и Владимир Владимирович Путин своим указом сразу подписал закон о реабилитации Крымсоторского народа и последующие акты которые будут работать я бы хотел бы заметить один момент мы сейчас можно вкратце так да вкратце в том что мы живем в Российской Федерации соц. выплаты пенсии стипендии мы все получаем от российского государства вот я что хочу сказать вот Римзерей сказал об упущенных возможностях наших а ведь за этот короткий срок было очень много сделано я имею ввиду а кому вы говорите нет ну кто их расскажет я имею ввиду тот период мартовский начало апреля когда мы могли очень много вопросов решить касающихся нашего народа я про этот шанс говорю но мы к сожалению пошли по другому пути ну мы имеете ввиду руководители Межлиса решениями Межлиса я про это говорю мы могли бы гораздо больше сегодня добиться и иметь как народ а за тот период в котором мы находимся в Российской Федерации было сделано много подписание указа о признании выходным днем у Роза Байрама то есть то о чем крымские татары в принципе все это время говорили то есть мы сегодня имеем возможность наряду со всеми крымчанами праздновать именно те дни которые считаем святыми для себя это естественно вопрос отправки в паломничество в хач впервые за все время нахождения крымских татар в Крыму после возвращения на историческую родину именно благодаря тем механизмам тем отработанным скажем так механизмам которые работают в рамках российского правового поля благодаря принципиальной позиции главы республики мы получили возможность отправить в паломничество 150 человек с Симферополя в хач во первых это и ценообразование мы получили почти в 2,5 дешевле это с питанием с проживанием со всем необходимым набором услуг со стороны принимающей это прошу прощения со стороны принимающей это стороны вот в данном случае я думаю налицо пользы для мусульман Крыма те которые выражаются во первых в удешевлении в 2 раза самого хач пакета да или тур пакета вот второе это удобство с точки зрения доставки то что самолет вылетать будет с аэропорта Симферополь вот поэтому это те преимущества которые мы вот в данном случае успешно сообща с муфтиатом с духовным управлением мусульман Крыма смогли реализовать как эта власть вот поэтому говорить о том что сегодня власть открыта мы можем смело вот потому что есть поступки за которые с которыми можно идти в народ и говорить о том что сегодня вот благодаря таким примером мы получаем вот тот результат который я думаю впоследствии когда уйдет вот эта информационная активная информационная атака со стороны инородных СМИ которые находятся в основном за пределами Российской Федерации и цель которых внести напряжение и психоз в крымское сообщество то есть именно поэтому муссируются разные ложные слухи вот и поэтому вот путь один брать и пользоваться всеми инструментами которые сегодня дает власть дает государство и вот я хотел бы все таки подводя итоги чтобы вот наши спикеры подвели итог нашей программе Римзибей вы что хотели бы сказать нашим телезрителям я хотел бы сказать чтобы телезрители наши крымские татары они в частности они наверное смотрят больше у нас да сегодня они жили бы сегодняшними реалиями и своими проблемами и понимали что общество в котором мы проживаем оно разное оно не одинаковое но мы должны понимать что это общество и как бы выбирает людей да и направляет во власть своих представителей и поэтому наше поведение очень многое от нашего поведения очень многое зависит какая среда будет среда у нас республики Крым это зависимость в том числе и наши решения наших проблем это мы должны помнить всегда и самое главное стоит задача чтобы те чиновники которые приходили сегодня ну на те или иные посты государственные они занимались исключительно проблемами людей это должно быть у них главное а не то что было до этого пытаться заработать деньги вот это такое отличие сегодня поэтому помогайте нам помогайте мы открыты мы будем вами советоваться и обсуждать вместе с вами все наши проблемы ну я хотел бы обязательно сказать о том что интересы крымских татар то есть для самих крымских татар должны быть приоритетными и в то же время они должны быть неразрывно с интересами наших соседей потому что формула простая невозможно скажем так жить в счастье если у твоего соседа что-то болит если мы будем руководствоваться вот таким алгоритмом действий в своей жизни я думаю и окружающее большинство протянет нам руку в свою очередь мы занимая такую консолидированную позицию не отрываясь от интересов всех народов Российской Федерации сможем быть всегда успешными вот и предлагаю вот одну важную одну важную мысль да то есть руководствоваться собственными интересами через призму общих тогда мы будем успешными сегодня вот тот потенциал тот ресурс который есть у Римзи Ильясовича в стенах госсовета понимание с депутатами исходит именно из это именно подобного мировоззрения когда интересы крымских татар да то есть будучи приоритетными учитываются с интересами всего общества да и мы получаем результат получаем понимание и все наши инициативы поддерживаются поэтому давайте этим пользоваться давайте быть успешными результативными ну и надо наверное просто слышать друг друга уметь понимать друг друга хотеть слышать друг друга и протянуть друг другу руки не надо ставить барьеры между властью и народом наверное да и по традиции в конце нашей программы сама у нас поет всеми любимая наша певица гузель гузель Мэндилен элимне, мэндилвердим делинне, Карахына йолламыш яр бэним бэллээмэ. Мэндилен элимне, мэндилвердим элимне, Карахына йолламыш яр бэним бэллээмэ. Мэндилен элимне, мэндилвердим делинне, Карахына йолламыш яр бэллээмэ. Мэндилен элимне, мэндилвердим делинне, Мэндилвердим делинне, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не бойтесь великих задач и великих свершений Они подготавливают великие события и выковывают великих людей Плохое дерево не даст хороших плодов Ученая мать лучше воспитает своих детей Хорошая власть всегда будет заботиться о своем народе Готовы ли сегодня крымские татары идти во власть, чтобы стать сильнее Смотрите каждую субботу в 22.00 Talkshow, тыльдэ, фикердэ, истэ!